Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Сегодня я буду делать новую сборочку для вас, покажу вам её. Также мы, конечно же, откроем премиум пакетч, ну а до тех пор, пока мы начнём, я скажу вам очень важную вещь. Друзья, меня часто спрашивают, что надо будет делать, когда сайт мехов прекратит работать, а это будет уже очень скоро. Играть на телефоне не всегда удобно, да и на компе значительно проще, и мой ответ прост. LD Player. Это эмулятор, который использую лично я для игры War Robots, The Fisher Cat, а иногда и для мехов, если нужно что-то потестить на дополнительном аккаунте. Когда сайт прекратит работу, уверен, что снимать буду именно используя этот эмулятор, для меня он наиболее удобен и стабилен, я перепробовал очень много разных, и поэтому точно могу вам сказать. Скачать его, кстати, можно по ссылочке в описании, и, кстати, говорят, что если подаёшь заявку в клан с этого эмулятора, шанс твоего принятия несколько больше. Но это не точно. Ну что, мы с этим закончили, не забывайте устанавливать именно по моей ссылке в описании, друзья, это очень поможет моему каналу. Так, ну а мы тем временем давайте приступать к важнейшим делам, собственно, эско... О, кстати, на самом деле это может быть очень даже неплохо, вот несмотря на то, что тут не выпали нам легендарные релики... А, нет, всё равно не хватает, это в прошлый раз я оформлял священочку, сейчас у меня уже всё-таки только два, но ничего страшного, всё равно, как бы, во вред не пойдёт, естественно, это полезно, всё-всё хорошо, поэтому... Окей, окей, не вопрос. Опа, чё, нормальное начало, опять же, слушайте, нам с форченов прям начало фартить, если честно, ну-ка, давайте посмотрим. Банши, да, прекрасно. Аааа, ничего не скажу, ребят, но, на самом деле, мне это всё равно пригодится, мне сегодня понадобится дополнительная легендарка, чтобы делать как раз-таки мифики по этому теме, в общем-то, тоже нормально, сойдёт. Несмотря на то, что мне это не нужно, как бы на растопочку, как бы, самое то, поменьше потратим денег на прокачку эпиков далек. Да ты чё? Ну-ка, это началось, началось фартить хорошо, ну-ка, и чё, у нас здесь? Да, это у нас тоже есть. К сожалению, падают легендарки, которые, естественно, я вообще никаким образом не могу использовать, друзья, но, что есть, то есть. Итак, что я сегодня хочу создать, друзья? Вот, раздел я, значит, нашего меха. Ребята, что я буду делать? Всё очень просто. Решил я немного поэкспериментировать. Эта сборка сейчас довольно-таки популярна на арене, на самом деле, не буду говорить ни в коем случае, что это я её придумал, нет-нет. Она довольно популярна на арене, и я хочу попробовать сделать что-то подобное. Не совсем точно такой же, если честно, но, потому что у меня тут есть немножко другие планы интересные, но, думаю, что она тоже может вполне себе зайти. Так, для того, чтобы она сработала, нам нужна ещё вот эта пушечка. И, по сути, я вот, если честно, думал о том, чтобы поставить сюда вот дезинтеграцию, пока что поставлю, но под вопросом, возможно, я её уберу. Сюда мы с вами ставим совершенно определённую пушечку, а именно нам нужно будет подскакивать, друзья, и, к сожалению, вот здесь просто не обойтись без Спейс Инвейдера. Понимаете ли, в чём дело? Этот мех на данный момент не требует энергии. Посмотрите сами. Ноль, ну, одиннадцать, да, но это как бы даже не в счёт, это один выстрел. Ноль и ноль. То есть здесь, по сути, всё работает без энергии. Также Спейс Инвейдер физически тоже, ой, ну, точнее, пушка, которая работает таким образом физически, тоже не требует энергии, насколько я помню. И тепловая тоже этой энергии не требует. У меня есть точно такой же Патти Крэшер, который является энергетическим, вот он. Он энергию, соответственно, требует, поэтому я вот даже не знаю, как лучше сделать, то ли снять Спейс Инвейдер, пока что попробовать на чём-нибудь другом поиграть здесь. Ну, я, наверное, так и сделаю, ребят. У нас сегодня тестовая сборка, давайте повеселимся, попробуем как-то реализовать её. Сюда дезоляцию поставим, нам и так нормально сойдёт. Так, ну и сюда мы с вами ставим, соответственно, всё, что у нас нужно для того, чтобы работало с большим количеством тепла. Здесь нам нужно много-много тепла для того, чтобы нас не могли перегреть, потому что энергия, опять же, повторюсь, нам здесь вообще неинтересна. Так, ну, у меня очень много модулей тепловых здесь, конечно, стоит. Здесь у меня особо модулей вообще нету тепловых. Ну, типа, можно что-нибудь поставить такое и такое. Но и это ещё не всё, конечно же, тут у нас ещё есть кое-что, а именно вот этот отсек, скажем так. Что мы ставим сюда? На самом деле тоже всё просто очень. Значит, во-первых, это, это однозначно. Это как бы дрон, который хоть и требует энергии, друзья. Вот, кстати говоря, из-за того, что он требует энергии, он меня немного напрягает. Я начинаю думать, может быть, поставить какой-нибудь вот такой, например, что ли. Кстати говоря, это неплохой вариант. Это ставим сюда, я бы ещё поставил двойной телепортик, на всякий случай, мало ли что. Рывочек, в принципе, тоже может быть в кассу, пока что оставим, если что, поменяем. Блин, насчёт этого, насчёт, конечно, я не знаю. По сути мы, ну, типа, ребята, здесь это очень важно. Я думаю, что есть смысл поставить бэкстеббинг протектор. Потому что таким образом мы себя страхуем полностью. То есть у нас почти всё уже будет работать без энергии, кроме этой пушки, по большому счёту. Ну что ж, давайте попробуем её реализовать. Нам здесь нужно поулучшать немножечко ещё вещей, конечно же. Значит, что нам нужно? Это мы не улучшаем, потому что понижение сопротивления ниже, чем на армор-аннигиляторе, уже не будет. Нам бы вот это улучшить, конечно, было бы очень в тему. Потому что это будет одно из основных наших дамажащих пушек. Нам очень важно, чтобы она работала хорошо, красиво. Давайте посмотрим, насколько мы максимум... У меня тут ещё есть эпический этот... Ага, прокачки эпические у меня, к сожалению, не имеется. Ну, давайте вложим то, что осталось для того, чтобы просто по максимуму прокачать. У меня как раз полляма на это уходит. Я думаю, что на самом деле эту пилу прокачивать так и так надо будет до максимума. Поскольку, ну, как бы она довольно неплохая. Поэтому давайте попробуем это с вами сделать даже, возможно, сейчас. Поотдавая всякие ненужные нам абсолютно вещи, которые у нас и так уже имеются на более прокачанных статусах, скажем так. Не, ребят, слишком много уже уходит. Это 46-й получается. Давайте, ну, я отдам всё, что у меня есть лишнее. Потому что мне всё равно нужно инвентарь подчищать мальца. Поэтому давайте это всё отдадим, тон-то отдадим. 47-й уровень, ну, я думаю, что уже, как бы, что-то типа того более-менее. 48-й, может быть, если сможем апнуть, то вообще будет шикардосик. Рок-рекойлер отдадим тоже. Давайте прям эпиков прям пожирнее отдадим, для того, чтобы у нас с вами, опять же, инвентарь был свободнее. Ладно, давайте тепловые вещи тоже поотдаём чуточек. Ну, и это давайте отдадим, и это. Найс. 48-й уровень становится наша пила, рок-полишер наш. Сразу прибавляется гигантское количество дэмэджа. Ну, то есть, чтобы вы понимали, соточка это очень даже плотно. Ну, и давайте попробуем поэкспериментировать с этой сборочкой, друзья. Опять же, сборка тестовая. Мы на пятом ранге, поэтому, ну, посливать ранг мне не жалко, как бы. Мне очень любопытно, как она будет играть. Будет ли играть вообще? Поэтому давайте же попробуем затестить. Итак, сразу идём в магаз. Мне очень интересно было бы, конечно, качнуть это, ребят, чтобы ещё на 3% понизить шанс. Точнее, не шанс, а дэмэдж от бэкфайера. Но пока что даже и не знаю, есть ли смысл что-то ещё качать. Я думаю, что нет. Давайте подкопим и поехали. Немножечко, так сказать, посражаемся. Посмотрим, что у нас с вами противники предоставят на этот раз. Плюс у нас ещё, не забывайте, премиум пакетч лежит, который, ну, ещё не лежит, но будет лежать. Который мы с вами тоже будем использовать. Так-с, ну, здесь пока всё изи. Если он сейчас не свапнется на тепловика, если он не знает мой канал, то он, наверное... Ну, сейчас он понимает, что, типа, как бы, вряд ли у него, наверное, есть какие-то шансы. Потому что здесь точно тон-то. Это 100%. И это прям 90... Ну, не 100, давайте, 99,9. Возможно, это этот... Дрончик, который из Бэкфайера. Тоже вариант. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, что это 99% тон-то, если честно. Прям вот, прям... Прям скриньте. Просто тупо скриньте, ребят. Ну, давай, ходи, чувачок. Давай посмотрим, что у тебя там на... Ага, окей. Классно потестили сборочку, как говорится. Прикольно, нормально. Ладно, давайте ещё разок попробуем. Первый бой комом получился. Ну, что ж, бывает. Так, энергетик нам попадается. Первый ход. У этого есть хит-бомба. Поэтому для нас это супер невыгодный матчап. Потому что вполне вероятно, ну, если он хотя бы чуть-чуть понимает что-то в игре, он, скорее всего, свапнется сейчас на... Тепловика и просто реализует хит-бомбу. Скриньте. О, нет, смотрите, он даже не шарит в игре. Он даже не видит, сколько у меня тепла и как легко можно было бы меня через хит-бомбу законтрить. Ну, ладно. Я-то только за, чувачок. Я-то только за. Окей. 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 Ну, что ж, добиваем. Я надеюсь. Супер. Шикардос. Ну, чел, ну дай потестить. Ну, я же хотел пот... Ха-ха. Ладно. Окей. Окей. Пока что тест не удается у нас с вами. Не получается у нас найти противника для теста. Специально не поднимал ранг. Специально хотел потестить вот на более-менее низком ранге. Для того, чтобы, ну, мне не попадались соперники, там, первого ранга, с которыми тестить просто неинтересно. Которые меня, естественно, раскатают. Но, чё-то как-то пока что чувак прям на все эти свои мехи по репульсору поставил. И ни одного адванса репульсора. Так же, как и у меня. Ну, давайте смотреть, чего у этого челика будет про запас. Я не очень понимаю, на самом деле, нафига ему здесь репульсор нужен. Ну, типа, он будет отталкивать меня под френтик, что ли, или под спартан. Ну, так у меня тоже френтик, спартан. Это он хочет отталкивать, типа, ближнебойные сборки, или что? Для чего это вообще? Ну, короче, странное решение ставить репульсор. Тупо, по-моему, вес занимает. Лучше бы дополнительную плату какую-нибудь поставил. Или пушечку дополнительную, если у него все платы стоят. Ну, ребят, ну вы чё? Ну, дайте потестить-то, ёк-каламанэ. Что же вы делаете-то, такие нехорошие люди? Ну, всё. Давайте прогасим его немножко, ребят. Потому что, ну, мне как бы не хочется свапаться просто так. Сейчас, если он немножко это всё-таки очнётся, то я, конечно, с удовольствием поставлю своего второго меха. Подерусь. Подерусь с удовольствием. Но, по ходу дела, чел увидел моего меха красивого и упал тупо в обморок. Потому что, ну, иначе я это объяснить не могу. Он просто отказывается делать свои ходы. Ну, ребят, как вы знаете, по стечению этого хода, если он ничего не сделает, то у нас просто бой заканчивается техническим поражением в нашу пользу. Так что ждём ещё пару секунд. И, так сказать, джи-джи. Я полагаю, что джи-джи. Да, ребят, чё-то как-то вообще у нас просто не получается пока что. Ну, давайте ещё разок попробуем, чё мне сказать. Давайте ещё разок. Я очень хочу, ну, с кем-нибудь, ну, пожалуйста, ну, дайте мне проверить свою сборочку новую. Ну, конечно, очень жаль, что у меня нет физического вот этого, как пати-крэшер энергетический тепловой забыл, как называется, блин. Который вот на один отталкивает и приближает на три, по-моему, что ли, да? Ну, короче, у меня тепловой такой есть. Вот он сейчас стоит на втором мехе. И энергетический у меня такой есть. А вот физического нема. А он бы мне очень, кстати, подошёл, если честно. Слушайте, ну, опять какой-то затуп происходит. Давайте я включу, когда кто-нибудь очнётся. Ага, наш клиент. Окей, начинает он с энергетика. О, это мигзила. Ну, чё я могу сказать? Энергетик с крайне маленьким количеством хп. Для нас это просто корм. Просто корм. Кормимся мы на этом энергетике. Я хочу токены, говорит. Чувак, ну, если ты хочешь токены, если ты хочешь токены, что я могу тебе сказать? Он уже не сможет никаким образом меня энерджи брейкнуть. Я предполагаю. Поэтому у нас всё ок. Если ему... Если он хочет это использовать, ему надо будет подъезжать. Через это он не реализуется. Да, через это ему не хватает. Всё ок. Давайте. Раз. Два. К сожалению, не получилось. Ничего страшного. Ладно. Давайте. В любом случае, мы его добьём на этом мехе. И даже немножечко дэмэджа внесём во второй. А вот дальше начинается проверка нашего второго меха. Наконец-то. Давайте же посмотрим, как он будет работать. У него тепла много, поэтому наша верхняя пушка... Повезло. Не особо-то поможет каким-то образом. Но будет интересно посмотреть, по крайней мере, как это работает. Итак. Давайте подрубаем. Раз. И... Блин. У меня всё тут такое слабенькое. Это просто кошмар. Ну, давайте. Армор-рингилятор используем. Для того, чтобы понизить сопротивление. Соответственно, нам будет так попроще играть. Ага. Он явно не ожидал этого... Ха-ха-ха. Я... Я знаю. Я понимаю, чувак. Да? Неожиданно. Ну, что я могу сказать? К сожалению, вот очень жаль, что RockPolisher работает именно вот таким образом. То есть, я сейчас не достреливаю. И у меня... Ой. А, ну да, друг. Я что-то забыл, что я поставил этого дебильного дрона. Я почему-то думал, что я поставил в итоге своего. Который, ну, вы помните. RockPolisher. Блинк. Прекрасная анимация у RockPolisher. Жаль, что за ним не осталось видно. Ну, что сказать, друзья. Вроде как работает. Чисто технически. Ну, то есть, прыгать там, бегать. Ну, мы получается у нас. Все хорошо. Но демеджа не хватает. Если вы хотите, чтобы я, ребята, попробовал все-таки реализовать такую сборочку, то обязательно пишите в комментариях, конечно же. Пишите свои отзывы, свои мысли по поводу того, что, может быть, что-то сыграет лучше. Что-то, может быть, стоит поменять. Я с удовольствием прислушаюсь и, конечно же, попробую реализовать то, что вы пишете в том числе. Так, окей. Дезоляция здесь, кстати, тоже не так уж плохо смотрится. Ну, то есть, типа, ее можно использовать, видите? Ну, то есть, она работает. Конечно, возможно, не так хорошо, как вот та пушечка, но, тем не менее. Вот видите, то есть, сейчас я не могу, к сожалению, ничего сделать. Ну, я это использую для того, чтобы выключить двигоз. Но, по-хорошему, конечно же, здесь, если бы я смог подпрыгнуть ближе, было бы, наверное, более топ. Ну, да, он тут, в принципе, делает все как надо. Тут не ошибиться в любом случае никак, я думаю. Хотя мы можем его оверхитнуть, как минимум. Или не можем? Не, не можем. Ну, смотрите, ребят, даже с совершенно отстойнейшим мехом нашим, вторым, мы все равно, ну, типа, почти что у него кассик остался, который мы могли бы, наверное, снять. Нормально, сойдет, сойдет. Мне очень интересно попробовать все-таки прокачать этого меха. И, конечно же, блин, очень в тему было бы все-таки физическую пушку эту выбить. Просто было бы шикарно. Она, хоть вот как ни крути, но она, ну, как бы играет роль. Реально играет роль. И дэмэдж вносит и, как бы, освободит эту тепловую пушку для нашего третьего меха. Ну, чувак, ну, что ты делаешь? Ну, в самом деле, ну, что такое? Ну, давайте так свапнемся. Нам-то, в принципе, не сложно. Так, сюда свапается. Слушайте, да нам вообще пофигу. Пускай тогда на этом остается, мы попробуем его раскатать. Быньк. На следующий ход, соответственно, Сору плюс Магмобласт, я предполагаю. Точнее, нет, этот. Ой, это вообще для нас прекрасный вариант. Делаем тогда вот так. Позвольте Золуэр плюс Магмобласт. Окей, Сим. Хорошо. Ну и на следующий ход, вот у нас уже получается не очень выгодная ситуация, как вы понимаете. Потому что, ну, он потратил один ход, мы, типа, можем сделать в свою очередь вот так, я думаю. Такс. Такс. Хорошо. Хорошо. Видите, немножко обидно, опять же, будь у нас та пушка, возможно, что все-таки что-то было бы, хотя, по-моему, даже ничего бы и не изменилось. Все получилось бы точно так же. Ну, окей, нормально, снесли. Окей, хорошо. Что у него вот дальше там идет? У него идет энергетик. Причем для нас это тоже выгодный матчап, потому что наши пушки энергии не требуют, на этом мехе в том числе. Смотрим, смотрим. Он отталкивает, для нас это тоже супер неудачно, потому что здесь мы можем теперь использовать только дезоляцию. Ну, знаете, что можно сделать? Можно сделать вот так вот. Грязь, ребята, грязь. Просто вносим дэмэдж с рывка, вносим дэмэдж с фаерфлая. Готово. Окей, добивает нас сейчас. С Биг Дэйди, если не ошибаюсь, пушечка называется. И выступает против моего антиэнерго. Тут уже, так сказать, без шансов для Чувача или Канна. Единственный момент это то, что у него остается еще третий мех. Я не знаю, какой он, а у меня я знаю, какой третий мех. Поэтому там, конечно, будет заруба не на жизнь, а на смерть. Но посмотрим, как пойдет. Так, хорошо. Давайте попробуем сразу добить. Не получилось. А вот сейчас получилось. Шикарно. Смотрим, что у него на третьем мехе. У него тепловичок. Да, для меня это, конечно, ультра невыгодно. Еще и при том, что у меня здесь уже... Возможно, надо было выключать двигос. Ну да, сейчас уже. Я боюсь, что он меня уже не выведет из шатдауна. Единственный вариант это то, что у него все пушки, ребят, требуют хода. То есть для меня это выгодно немного. В том смысле, что... Ну вот он сейчас потратит. У него останется, по сути... Сколько сейчас? Ага, он так делает. Окей. А-а-а-а-а! Экономный! Экономный! Не поспоришь. Ладно. Ну что ж, погнали, как говорится. Как говорится, погнали. Давайте попробуем нашу эту дезинтеграцию испробовать, как она работает. 165 сносит. Просто дрончик у меня здесь настолько отстойный, что его даже тестить, если честно, стыдно. Уже буду откровенно говорить. Но обоминации у него здесь другого выхода нет, тупо. Ага. Окей. Ага. У него уже перегревчик наступает. Not bad, not bad. Ну что, я думаю, что армор-аннигилятор, наверное, друзья. И на следующий ход вот эта пушечка. Окей, оверхит. А, хотя ему надо это использовать сейчас, по идее, да? Да. Но... Ой, вообще бомба. Смотрите, для нас это просто супер-ультра-гут вариант. Быньк. Да, пила, конечно, сносит немало. Ничего не могу сказать. Прям хороший дэмэдж вносит пила моя хорошая. Но даже в данной ситуации я боюсь, что я, к сожалению, наверное... А, у него ничего не осталось. Смотри. У него сейчас минус этот... Блин, я боюсь, что я все равно не смогу снять ему 764 хп, понимаете? Вот, был бы у меня дрон. Был бы у меня дрон. Шансы были бы. Он сейчас, возможно, сюда отъедет просто. Ну, по крайней мере, я бы на его месте так сделал. И это начнется, типа, знаете, такой расклад, что, типа, кто... Ну да, вот. Кто пересидит, так сказать. Смотрите, что я могу сделать зато. Я могу сделать... Вот так. Все. И мы пока останавливаемся. Можно было, кстати, дрона подрубить. Но он бэкфайрный. Я боюсь, что для меня этот бэкфайр может сыграть неприятную роль. Поэтому не буду этого делать. Короче. У него сейчас вариант какой? Он может подъехать, конечно. Да, он это и делает. Но меня, по идее, дрон не добивает. Я сильно в этом сомневаюсь. Окей. Да. Ну, правда, понимаете, у меня все здесь бэкфайрное. Я не смогу... У меня даже пила не реализуется. Ой, блин, пила... Этот... Дрончик-то мой. Даже не дрончик, как это сказать-то. Робот ты мой робот. Робот ты мой робот. Ну, вот опять. У чувака стало Саще 273. То есть, это ничто, ребят. Эта сборка реально должна работать. Просто должна. Просто, понимаете, у меня она сейчас не прокачанная. Раз. Нет подходящих вещей. Два. Но я думаю, что я вам ее показал ради интереса. Ну, а теперь давайте откроем премпакет. Порадуемся или поплачем. Сейчас мы это с вами узнаем. Скорее, конечно... Ой, я хотел сказать, поплачем. Но нет. У нас с вами сегодня три легендарочки. И это весьма not bad. Здесь ничего полезного нет, естественно. Но вот здесь... Ну, она у меня есть. Она, по-моему, начинается с Эпика. Поэтому... Да. Я бы хотел, конечно, что... Ну, да. Она начинается с Эпика. Она у меня есть. Слушайте, у меня все леги выпадают, которые начинаются с Эпика. Ну, что такое? Ну, в самом деле. Ну, короче, друзья, что я могу сказать? С вас лайк. Как говорится, ни больше, ни меньше. Но можно еще и спонсорскую подписку оформить. А можно еще и комментарий написать. И на группу ВКонтакте тоже подписаться. Это все очень даже идет в зачет. Мне будет очень приятно. Ну, и, соответственно, я постараюсь, в свою очередь, как можно скорее выпустить новый видос с вот этой вот интересной сборочкой. Как видите, все в Power Unit и вкачиваю, друзья. Просто бомжом остался меньше стака. Но ничего, я думаю, что все наверстаем. У нас здесь еще с вами премпак вырабатывается потихоньку. Ну, а на данный момент все. Спасибо большое за просмотр, дорогие друзья. До скорой встречи. И давайте я 10 токенов заберу. Пока-пока. Ну, ну, ага. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.